здравствуйте уважаемые огородники наступил сентябрь ночи стали прохладной и теплолюбивые овощи огурцы перец баклажаны и томаты пора убирать из теплиц уже появился паутинный клещ на огурцах и баклажанах а томаты заболели кладиспариозом видите эти серые пятна на обратной стороне листьев поэтому собираю последний урожай и покажу как готовлю теплицы осенью к следующему сезону провожу дезинфекцию от болезней и вредителей уборку теплиц провожу не откладывая надолго так как внутри уже есть вредители их личинки а также появились грибковые болезни чем дольше вы ждете тем больше они множатся вначале убираю растения причем срезаю стебли у поверхности земли не вырывая корни чтобы внутри земли не попали личинки вредители и споры болезни срезаю все подвязки и утилизирую их вместе с ботвой не использую повторно с грядок собираю все растительные остатки сорняки и сухие листья чтобы земля была чистой убираю капельный полив колышки их потом также обработаю от болезней и вредителей посмотрите где поселился паутинный клещ вредитель сплел паутинку и по всей конструкции теплицы на стенах и даже на потолке сохраняются вредители и споры болезней если не дезинфицировать теплицу то болезни и вредители в следующем сезоне появится уже весной сразу после высадки рассады после того как теплица полностью очищена от мусора убраны все веревочки подвязки весь инвентарь и инструмент их тоже буду дезинфицировать начинаю мыть теплицу дезинфицирующим средством ведро воды добавляю немного моющего средства и две таблетки хлора можно использовать белизну хлор убивает всю инфекцию которая осела на поверхности поликарбоната и не оставляет разводов хорошо убирает плесень зеленые водоросли и мох для мытья теплицы использую перчатки губку пригодится швабра чтобы помыть потолок теплицы губкой тщательно протираю поликарбонат смачиваю все детали конструкции внутри которых могут осесть личинки вредители и споры болезней после мытья стены потолка провожу обработку от паутиного клеща также нужно будет обработать теплицу если у вас была белокрылка использую препарат клещевит это тот же самый фитоверм 1 миллилитр на литр воды мне как раз хватит 4 литра раствора опрыскиваю всю поверхность гряд дорожек ограждение грядок и еще рассоединение и конструкции в теплице от вредителей избавились теперь нужно оздоровить почву использую фитоспорин в виде пасты 200 грамм фитоспорина растворяю в 400 миллилитрах воды и этот концентрированный раствор фитоспорина добавляю 1 столовая ложка на 10 литров воды и хорошо поливаю грядки через несколько дней грядки можно перекапывать и сеять сидираты